здравствуйте друзья у нас вопрос как раз вовремя я сказал подоспел просят рассказать о о рынке акций рынке ценных бумаг в соединенных штатах наверное так больше к соединенным штатам хотя мы понимаем что люди которые этим занимаются могут жить абсолютно в любом месте и делать все транзакции через интернет вот рынок ценных бумаг рынок акций с чего начать вообще какие там подводные камни чтобы их избегать там и тогда значит давайте я пару слов скажу из того опыта который у меня есть небольшого но мой опыт какой я занимался и акции метро и мучил фанции опционами общем stock options было время когда я всем этим очень увлекался это было повальное увлечение но и я не исключение знаете как-то вот деньги из денег как интересно вроде ничего такого не производишь а вот когда взял денег а ты стала больше денег этих закопал монетку на поле чудес и вот книжки читал кроме того я когда еще был страховым брокером мне нужно было сдать несколько экзаменов получить лицензии на рынке ценных бумаг там определенного плана я как бы изучал кое-что и и значит мои соображения такие в этом смысле значит вот это серьезная область в которой нужно разбираться если ты хочешь быть успешным как и во многих других областях вот типа футбола например все стратегии все знатоки большие все тебе сейчас как там понимаешь расскажут как надо было с какого угла там какой ногой стукнуть там и так далее или вот это незабвенно незабвенно каждый мнит себя стратегом видя бой издалека вот поэтому когда вы начинаете может быть в интернете читать на форумах на каких-то таких тусовках общедоступных не специализированных узко вы там видите в основном ну то есть 99 там и девять десятых процентов людей которые никогда не заработали ни копейки на этом деле не и не понимают абсолютно ничего потому что это сложная область вот допустим как быть врачом да вот как как успешно лечить людей не не то что ты вот там два видео посмотрел и пошел людей лечить понимаете это сложно и помимо рынка ценных бумаг существует существуют другие рынки и они взаимосвязаны вот там тут нефть там золото здесь облигации облигации разных типов ресурсы комодитис разных типов и пошло и поехало и хорошо зарабатывают на этом деле люди которые специализируются узко без узкой специализации там невозможно на самом деле стабильно зарабатывать и когда например там все растет а это бывает вот в китае там последнее время все росло росло все зарабатывали я хочу сказать что то что китайский рынок рухнет причем рухнет вот буквально в течение нескольких недель пойти об этом песно только ленивый не писал только ленивый не писал он на глазах взлетал как ракета на пустом месте не из ничего спекулятивный рост был и вот последний раз утром месяц назад это как это там вопрос только там нескольких недель чтобы он рухнул в ломберге я читал и таки он рухнул значит что мы мы говорим значит люди когда все растет они все гигу герои он сегодня купил там по 3 доллара значит завтра там даже он не продал а вот смотрит там она же 325 а через неделю гляну там же 415 и он говорит ой я умный ох я такой герой ох я там а дальше разница между тем кто понимает и тем кто не понимает состоит в том что тот кто понимает зарабатывает и на на росте акции и на падении акции его без разницы куда рынок движется чтобы зарабатывать ему без разницы он должен правильно знать тенденцию должен знать что будет расти тогда он зарабатывает это знает что будет падать но снова зарабатывать очень много очень многие люди на падении зарабатывают намного больше чем на подъеме вот так что первое отчетать чего я хочу предостеречь вот как будто подводные камни это верхоглядство шапка закидательства и мысль о том что можно успешно этим заниматься там просто потому что тебе захотелось там ты книжку почитал или какой-то там на форуме растопыренные там те что-то сказал и ты ему поверил так не получится то есть временно можно когда все растет каждый может для этого ничего не надо даже мозгов не надо положил и положил и все растет значит что еще сказать кроме этого понимаете мой как бы опыт личный состоит в том что без того чтобы быть каким-то там глубоким специалистом в этом деле вот просто гражданин ему говорят а вот положите деньги в mutual fund там менеджеры там большие профессионалы на них работают аналитики они диверсифицируют ваши деньги они не кладут это в один сток или там три-четыре-пять стоков они кладут этого много стоков и другой стороны люди которые там аналитику пишут они говорят что на самом деле индивидуальная портфолио из допустим там пяти-шести сток акций уже может быть достаточно диверсифицирована чтобы быть как бы стабильным вот за счет диверсификации но дальше еще знать что когда вот вы изучаете всякие инвестиционные там вещи лицензионные требования там и так далее выясняется интересная вещь что там я боюсь 90 процентов или 95 процентов успеха значит инвестиции в мючил фонд заключается в том какого типа это был фонд а не какой компании он управлялся то есть их много разных там семейств вот этих вот фондов но ты можешь взять в одном фонде или в другом но выясняется что смысле в одном семействе или другого то можете взять фидели тебя можете взять стронка можете взять там еще где-то но профессионалам под под угрозой потери лицензии запрещают чтобы они передвигали деньги из аналогичного фонда в аналогичный фонд другого семейства потому что это как бы не дает никакой выгоды это известно или там практически никакой выгоды то есть есть какие-то вот такие вот там значит хохмочки и когда вы отдаете деньги в такой совместный фонд то есть с одной стороны да то что вы некомпетентны это компенсируется тем что есть вот какие-то менеджеры которые компетентны это компенсируется тем что они диверсифицируют и у них там аналитики я там не знаю что но по большому счету если вы увлекаетесь этим и хотите разбираться в этом и читаете литературу и так далее вы можете не менее успешно делать чем они абсолютно то есть разложить там вот по нескольким и там как-то оперативно этим заниматься дело в том что когда вы имеете дело с начал фан там другая проблема где-то лет 50 назад изменилась система инвестирования в пенсионные фонды государство стало стимулировать людей чтобы они клали деньги в пенсионные планы с помощью этих налоговых льгот стали бурно развиваться они собственно существовали но тут начался такой бурный рост вот этих вот мючил фан с пенсионными планами и каждый месяц миллиарды вот при со всех каждый месяц миллиарды десятки миллиардов долларов идут в эти фонды то есть вот рынок вниз пошел а люди работают продолжаются отчисления они как бы там скупают в то что плохо лежит и так далее то есть как бы даже немножко рынок это стабилизировал в известном смысле так вот что получается по сравнению с шестидесятыми годами семидесятыми годами сегодня мы имеем некоторое количество очень ограниченное количество рук но не не рук одного человека вот организации инвестиционные которые держат на своих счетах такие деньги которые никогда в природе вообще никто не имел и наличие очень больших средств позволяет им манипулировать рынком они иногда это эти манипуляции делают так что их сажают банкротят там штрафуют на миллиарды долларов иногда они это делают более тонко и как бы не пойман не вор и так далее но рынки сегодня манипулируют да и и рынок нефти и рынок там других энергоносителей и рынок там допустим продовольствия вот я помню какое-то время назад там шло потому что продовольствие там три раза сейчас подорожает и вообще какие-то страны голодными останутся но как-то так его сбили эту волну ведь они постоянно смотрят где бы им подкрутить значит где бы им оторвать какую-то сверхприбыль и вот эту сверхприбыль можно зарабатывать только будучи в состоянии манипулировать рынком вот те кто могут манипулировать рынком вот у тех сверхприбыль и они могут тут рвануть там рвануть здесь рвануть и это периодически происходит и вот фактически получается такая история вы можете читать книжки смотреть там кривули всякие вот там плечо такое плечо сякое масса теорий на этот счет они очень увлекательны и вот особенно люди так аналитические в это нравится но фишка в том что успешный инвестор инвестирует вместе с манипуляторами поскольку манипулятор работает не себе в убыток а наоборот да то я бы отвлекся вот если я сегодня этим занимался я я не занимаюсь никакими операциями сегодня хотя когда-то очень увлекался то есть я если есть деньги там допустим куплю какой-нибудь домик а нет денег значит не куплю но но в акции не кладу уже довольно давно значит не в акции не в акционы не ничего потому что я я как бы вижу лучший способ применения деньгам и кроме того это требует много времени то есть если вы хотите по серьезному этим заниматься значит нужно время тратить вот буквально но когда 2009 год сколько там прошло шесть лет мы мы поимели финансовый кризис и тогда 400 первые планы пенсионные стали называть 201 потому что они у половинились ну или там почти у половинились то есть люди много-много лет значит там денежку накапливали а потом бах а денег только половина если кому-то нужны были денежки вот именно в этот момент да у них проблему соответственно ну что тут скажешь профессиональный менеджмент все дела и вот эти профессионалы как грохнули весь рынок и мы вот и только-только вот оклемались фактически это еще неизвестно насколько оклемались от последствий того что они там ученили поэтому хорошо читать книжки курсы есть есть очень много курсов есть очень дорогие курсы есть такие курсы которые ведут ребята которые зарабатывают такие деньги и они еще и курсы ведут то есть очень очень много всего очень много людей которые готовы заплатить за это и платят и по 4000 за курс и по и по 10 платят за курс и еще больше платят за курс но но в общем и в целом помимо того что это как бы серьезная профессия это это да серьезная профессия есть некоторая как бы там философия которая понятна в общем-то и простым нормальным людям которые не знают тонкостей за тонкостями важно не потерять вот то что называется big picture значит и big picture состоит в том что не тонкости вот эти только определяют ваш успех а определяет как вот некоторая большая картинка на которой происходят манипуляции и вот так оно и за этим тоже надо следить что еще сказать эта игра знаете как как всякая игра вы можете в рулетку играть вы можете там не знаю там в очко играть где-нибудь в казино и так далее есть люди которые лучше играют и люди которые хуже играют есть люди которые стабильно зарабатывают на игре в казино и это правда ну то есть надо уметь пойти все на свете надо уметь в этом деле нет легкого заработка в этом деле может быть дурацкий заработок вдруг что-то раз и сорвал ну конечно сорвал курс так вы в казино можете сорвать курс может быть шанс меньше там или что-то но такое мое отношение к этому делу поэтому вот при своем сегодняшнем понимании жизни я бы копейки в это дело не положил но если вы молоды если вы говорите себе я готов потратить там десять тысяч положить их в риск и посмотреть и поиграть там и мне это в охотку ну конечно почему же нет вперед как бы всякая развлекуха там которую вы готовы оплатить вперед а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»